Продолжение следует... Татуировка — это на всю жизнь, то, что будет с вами всегда и везде. И как она отразится на вашем организме — вопрос, на который должен быть ответ. Когда точно появилась татуировка, неизвестно до сих пор. Но найденная мумия в Древнем Египте говорит о том, что искусство нанесения рисунка на тело зародилось больше 6 тысяч лет назад. В России же история тату — это темная страница. Только с конца 90-х годов прошлого столетия закончилась уголовная история татуировки, и молодые мастера начали осваивать татуировку не как тюремные метки, а как искусство. Я бы не стала делать татуировку, потому что мое мировоззрение постоянно меняется. Я против татуировки, потому что я считаю, что человек должен быть таким, какой он есть. Я за тату. Ничего того, что ты умрешь через 5 дней, и такого ничего нет. Единственное, что, конечно же, нанесение вот этого пигмента под кожу, оно влияет, оно забивает какие-то поры, и кожа сложнее проводит через себя какие-то там кислород, сложнее дышит. Татуировку желательно корректировать раз в 7-8 лет хотя бы. Вот, опять же, очень сильно сказывается на татуировке всякие солярии, отдыхи. Любое повреждение эпидермиса кожи человека может привести к инфекции и к различным инфекционным заболеваниям, а также вирусным, вплоть до гепатита и спида. Не сделала себе тату, и всегда очень сочувственно смотрю на людей, которые делают себе татуировки. Лучше вкладываться вовнутрь себя, быть интересным человеком, чем отличаться какими-то штампами на теле. Сегодня люди с татуировками — это не только молодежь. Их возраст от 17 до 70 лет. Причем многие из них не байкеры и не бывшие заключенные. Тело человека с годами изменяется, искажая контуры кожных рисунков и их цвет. Люди идут делать тату, не задумываясь об осложнениях. Со временем некоторые об этом жалеют. Кто-то — нет. Все зависит от мировоззрения и отношения человека к тату. Субтитры создавал DimaTorzok